Как-то я схватил бесплатно 100% Orange Juice, и теперь хочу понять, стоило ли оно своих денег. Это какая-то анимешная штука. Я вообще без понятия, что от меня ждать. Давайте вместе посмотрим. Вот здесь есть русский язык. Что уже радует. Ага, а с клавиатуры нельзя набрать, да? Ладно. Где буквы? Короче, так. Пофиг. Глупая собачка сделает все ради пудинга. Прекрасный персонаж, который может подстроиться под любую ситуацию. Средняя сложность. Ей больше 10 тысяч лет, очень быстрая персонаж с характером все или ничего, полагающийся на свою ловкость, высокая сложность. Девочка, которая любит витать в облаках, хороша в атаке и защите, может наносить прямой урон гиперкартой. Гиперкартой, средняя сложность. Обычный парень, потерявший свой кошелек, хорош в бою, низкая сложность. Аммм. Ну, давайте поиграем девочкой, витающей в облаках. Подарок в честь пятилетия игры в Steam. А вы можете поменять знак для дома в меню Аватара. Угу. Спасибо. Теперь вы можете настроить свою карточку игрока. Несколько разблокированных предметов последуют за этим. Амм. Окей. Добро пожаловать в 100% Ордень Джуз. Мы сейчас объясним некоторые основы, но если вы хотите, можем все пропустить. Ок. Ок. Вперед. Ок. Это было закрыть, да? Так. Об игре это снова открыть вперед. Это настольная игра, рассчитанная на четырех игроков, где целью обычной является достижение нормы шестого уровня. Для передвижения по полю вы кидаете кубик, панели разного цвета имеют разные эффекты. Это панели дома, для них игроки начинают игру и должны на них останавливаться, чтобы повысить свой уровень или выиграть игру. У каждого игрока есть свой дом, где он может легко остановиться, если будет проходить рядом. Если повезет с бросками, вы сможете воспользоваться домами других игроков. Самой первой задачей является сбор 10 звезд и остановка у дома. После этого вы сможете выбрать сбор звезд или получение побед за бои, как способ получить новый уровень. Тут, видимо, перевод очень заковыристый. Если вы не уверены, что выбрать, то мы рекомендуем придерживаться звездных норм. Вы получаете звезды каждую главу, так что застрять на месте практически невозможно. Многие поля имеют эффекты, которые активируются с неким интервалом. О них и не только вы можете узнать, найдя на кнопку «Инфо». Например, щедрость раздает всем игрокам по одной карте из колоды каждые 5 глав. После каждой игры вы получите звезды, которые вы можете потратить в магазине для покупки новых карт и много чего еще. Играя в онлайне или кооперативе, вы также получаете апельсины, за которые можно получить всевозможные украшения в том же магазине. Если в игре будет происходить какое-либо событие, вы можете узнать о нем подробнее, нажав на соответствующий баннер в главном меню. Ага, желтые панели. Бонусные на них можно кинуть кубик и получить звезды в количестве числа на кубике умножить на наш уровень. На синих штрафных панелях мы теряем звезды в количестве таком-то. На зеленых мы берем карты, на красных случайный враг, на фиолетовых телепортации. Если в нормальной игре какой-то игрок сдает четвертую норму, на поле появится мощный персонаж-босс, который заменит своими панелями босса все панели боя. Будьте осторожны. Окей. Есть еще много разных панелей, по мере игры вы узнаете, как они работают. Если вы будете проходить рядом с другим персонажем, то вы сможете вызвать его на бой. Наведя курсор мыши на портреты в углах экрана, вы можете узнать про характеристики и способности других персонажей. Они показывают, насколько персонажи сильны в бою. В бою атакующий игрок сначала кидает кубик для атаки, и если у него есть бонус к атаке, он будет добавлен к броску. Обороняющийся игрок может защититься, чтобы снизить получаемый урон на результат броска вплоть до одного. При выборе у ворота вы должны выкинуть большее число, чем соперник, чтобы полностью избежать атаки. В ином случае вы получите полный урон. Если обороняющийся игрок выживет, то следующим атакует он. Если один из игроков теряет в свои очки здоровье, то он нокаутируется, а соперник получает половину его звезд и две победы. Не понимаю, что значит победы. А теперь о картах. Каждый игрок приносит с собой в игру 10 карт, которые перемешиваются в общей колоде вместе с 8 пустыми гиперкартами. Постарайтесь брать те карты, которые будут более полезны для вашего персонажа, чем для вражеских. Более полезны для вашего персонажа, чем для вражеских. Каждый персонаж имеет свою уникальную гиперкарту. Если вы получите пустую гиперкарту из колоды, то она станет гиперкартой вашего персонажа. Эти карты, как правило, сильно меняют ход игры. Будьте внимательны. Каждая карта имеет свой уровень. От 1 до 5 это значит, что вы должны быть того же уровня, чтобы использовать ее. Справа же показывается стоимость карты в звездах. Зеленый 1, золотый 10. Стотовая комната в онлайне или играя в одиночку, вы можете переключить режим игры. Каждый босс имеет 4 уровня сложности. Умение босса на высоких уровнях сложности куда сильнее, но при этом вы получаете больше опыта и апельсинов в награду. Выбор поля для игры ограничивается уровнем сложности и боссов. А на сложности гипербоссы имеют уникальные и сильнейшие способности. Попробуйте только если хотите испытать себя. Играйте за одну из трех ролей. Боец, страж и помощник. Играя вы будете получать опыт и усиливать ваши роли, открывая новые возможности. Собирайте колоды с новой системой очков колоды. Более сильные карты стоят больше очков. Помните, что все карты будут общими. Заметьте, что многие гиперкарты будут работать иначе. Если хотите узнать больше, зайдите в альбом. Количество очков колоды зависит от приспособленности персонажа к роли. Персонажи с рангом А считаются лучшими и начинаются с 10 очками. Персонажи с более низким рангом имеют больше очков для баланса. Экспериментируйте с ролями и персонажами. Более низкоранговые персонажи могут более крутые карты запихивать. Босс находится на поле и может атаковать вас. Он может активировать столько панелей, связанных с передвижением. Бег, телепорт и прочее. У босса есть своя колода из 5 карт с уровнями от 0 до 3. После розыгрыша всех 5 карт, босс меняет карту с самого низкого уровня на более сильную. И его колода перемешивается. В начале главы показывается умение босса, которое он будет использовать в конце главы перед своим ходом. Вот и все. Наслаждайтесь игрой и сторонитесь Мари Попо. Ничего не понятно, но очень интересно. Оригинальный, окей. Марк Z1. Сегодня еще и прекрасная погода. Самое то для полетов. Алая бочка. У нас проблемы. Что это за слова? Синий ворн, что такое? Та ракета, которую ты собрала. Попо. Что? Маленькая девочка забирает мою ракету. Эй, это не игрушка. Отдай ее обратно. Попопо. Попопо. Да чтоб тебя, Попо. Что за... А ты кто такой? Неважно. Вам надо поймать ее, верно? Я вам помогу. Это почему же? Она у меня кошелек украла. Ох. Попопо. Твой кошелек не важен, а вот ракета, да. Он важен для меня. Попо. Раз не хочешь слушаться, то мы поймаем тебя силой. Насилие над маленькими анимешными девочками. В этом году выкидать... Так. Это, типа, моя колода? Окей, буду разбираться по ходу. Так, готов. Вы еще не готовы. В смысле... А, мне нужно... Набрать... Не хочу смотреть сейчас. Центральный процессор против меня играет. Так. Ну, они кидают кубики. Отдерутся. Ага. И звучат анимешные звуки. Психануть. Когда вы наступите на штрафную панель, игрок с наибольшим личным звезд потеряет столько же звезд, сколько и вы. Это моя пассивная какая-то карта. Карта. А, я могу ее использовать. Окей. Почему нет? Клик. Возьмите две карты. Окей. Чайка. С лицом анимешной девочки. Ам... Так. А какая у нас цель? У нас цель шлепнуть эту девочку. Бедную карту. Возьмите две карты. А, почему я не могу ее выбрать? Окей. Шесть. Вызвать на бой? Да, нет. Да. Пять. Четыре. Ага. Нанесли урон. Защита или ворот? Защита нам гарантированно дает уменьшить урон, насколько это у нас, я так понимаю, поворот. Если мы кинем больше, чем он, то мы увернемся. Но мы вряд ли кинем больше, чем он, поэтому давайте защиту. Ну, стоило брать ворот, видимо. Так, защита явно. Окей. Мы боремся вот с этой девочкой. Выиграет тот, кто первый ее... Это мудохает. Так. Окей. Чтобы что-то начать понимать, нужно... Нужно много поиграть, насколько я понимаю. Так, почему я не могу ее выбрать? Очень странно. Ладно, ходить. Один. Так, телепорт. Ладно. У нас одна звезда. Откуда она взялась? Я уже ничего не помню. Угу. 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 Хорошо. А куда мы идти-то будем? Как вообще понять, какую сто... А, вот здесь стрелочка, типа, туда пойдет. Какие карты? Все еще не могу применять. Не знаю почему. У нас голова 4. Это, видимо... Голова это, видимо, ход здесь. Почему у меня 2 хп? Угу. Не, не будем вызывать. Норма не достигнута. Лечение. Че-то. Ничего не понятно. Карта взята. Эм... Я... Я так и не пойму, почему мы не можем... А, мы, наверное, не можем ее использовать, потому что у нас уровень недостаточный. А где уровень? О, у меня еще одна карта выпала. Состоянный эффект количества бонусных начальных звезд. Главе увеличить... А, окей. Ходить. 6. А... Ну, давайте вызовем. Почему единичка такая странная? Давайте у ворот. Блин. Бля, пи... Ну, единичка нанесла 2 урона. Непонятно. Надеюсь, когда эта девочка меня догонит, она меня... Нет. В общем, не будет меня... Убежать карты. Все не могу выбрать. Типа, у меня... У меня второй уровень, а она стоит... 5 уровней. Идите. Блин. Слава богу, все равно удары убили. Так, ахиллица нам как? Я вот, что-то не понял. Норма сдана. А, это дома разных игроков. Так, ворот. Окей. А как они выбирают, когда закончить бой? Чуть не особо понимаю. Я ничего не понимаю. Так, выберите... Ага. Здесь бонусная звезда будет, но здесь будет дом. Но я вообще не представляю. Вызовет на бой? Нет, наверное. Ага, норма сдана. Получите 30 или больше звезд. Победите 2 или больше врагов. А, норма это то, что нам нужно выполнить к следующему заходу в дом. Да? 2 или больше врагов. 30 или больше звезд. Ну, в принципе, наверное, берем. Лечение. Ага. То есть, нам дают выбрать, в какую сторону пойти. Ага. А я... Я забыл, а кто выигрывает-то? Видите, да, карты. Ярыки не могут использовать карты. Звучит как план. 3... Раз, два, три. Синий, я не помню, что делает. Или это, это телепорт. А, я звезду потерял, да? Я дурак. Синий, это штрафное. А, нам нужно копить звезды. Это я дурак, конечно. Дурак, дурак. Так, это я не могу выбрать. Окей. 2, 1, 2. Так, ну тут бонусные звезды. Отлично. Ну, надеюсь... Надеюсь, мы накопим 30. Это вообще третий уровень. Что? Почему тут чувак получил урон? Опа-па-па-па. Назовет на бой. Давайте вызовем. А что делает карты? Почему они так освещаются? Бам. О, мы прямо убили этого чувака. А и что с ним? Он просто на колени встал? Типа, он возродится через какое-то время? Или что? А, 4 и выше, чтобы возрождение. Ага. Трэп. Лучите звезды в количестве глав с момент установки этой карты. X5. Возьмите две карты. Давайте возьмем две карты. Так. У нас нет 30 звезд. Ну, давайте сходим вот сюда. Получим бонусные звезды. И теперь попробуем дойти до дома. Этот чувак тоже умер. Так. Чего? Как она к нам портнулась сюда. Я вообще не успеваю сидеть. Там вообще можно скорость настроить, но... Так. Карты. Чуть звезды. Окей. Ходить. Да, у нее один хп. Бам. Ага. Все, мы... Выиграли? Нет. Они тут двое валяются. Уровень X10 наносит урону выбранной цели, равной вашему уровню. Нокаут от этой карты приносит две победы. Ну, выбираю вроде цель. Или надо в углу выбрать. Что? Как выбирать цель? А, вот. Бам. Ну, ладно. Так. Этот карты, а это бонусные звезды. Давайте звезды возьмем. Никакой могут возродиться. Так, карты нет. Пустое это гиперкарта, так? Или чё? Или это ничего? Да, я, видимо, путаю эти по плитке и гиперкарты. Кто-то возродился. Ага, карты. Бой с нейтральным врагом, противник такой первым. А зачем? Это мы пришли в ту же клетку, где оставили эту карту и звезды накопили. Ловушка. Тоже, чё, норму сдать. Фига на там, звезды пармят. Но у нас пока что больше всего звезд. Я не знаю, насколько нам это помогает. Пять и нам до базы дойти. Ооо, что тут происходит? Даааа, надо было внимательнее читать этот гайд, наверное. Одинаковые кости выбрасывают. Так, карты... Шесть. Какой блин, шесть. Давайте возьмём... Так, вступить в бой, окей. Клик. А в защиту. А-а-а... Дайте мне дойти до базы. А-а-а... Ходить. Так, кидала. О, восстанавливай-то на верночайку здоровья. Хорошо. Установим хп. Походим. Шесть. Нет. Я вообще не понимаю, на что эти бои влияют. То, сколько кто-то у кого звёзд отберёт. Почему у нас до сих пор второй уровень? Потому что мы никак не можем дойти до базы. И сдать эти нормы. Что-то, 70 и больше звёзд. Да у меня тоже 70 или больше звёзд. Дайте мне, блин, дойти до базы. Вообще, возможно как-то... Контролировать. О, наконец-то. А, 70 или больше звёзд. О, появился босс. Но меня никто на бой не хочет вызывать. Лобушка. Лобушка. Немощная девочка фуловая. Уже не фуловая. Она вся звёзд добирает? Вроде не все. Запасной эффект. Зачем? Что? О, да. Давайте. Нет. И давайте до базы дойдём. Да. Пока у нас звёзды есть? 120 или больше звёзд? Да, у нас есть 120 звёзд. О. Этот чувак уже... А, ну это девочка-то. Она уже пятого уровня. Мы четвёртого. Если мы дойдём до ещё одной базы, то мы будем... А, то мы будем пятого. Карты... Зачем вступать в бой с нейтральным врагом? Я не понимаю. Входить. Карты взять. После восстановления здоровья. Это уже интересно. Хотя она у нас полная. Ну... А, карта для сброса. Давайте вот эту сбросим, потому что я не знаю, зачем она нужна. Лечиться нам не надо. Ходить. 6. Босс. Ага. Карта после небитого. Этот бой будет длиться, пока один из персонажей не нокаутируется. Максимум 10 раунд. А... Ну, нет, наверное. Он не очень уверен в своих силах. Ну, мы можем полечиться. Сейчас за босс такой. Почему у них всех маски и немощных девочек? Карты... Окей, плюс две атаки. Ладно. Так. Потропить карту я не хочу. Мне интересно, когда эта игра закончится. Ага. Устаните один чей. Окей. Одну очку здоровья. Ходить. Крик. Пять. Карта. Тихануть. Угу. зачем вообще драться с кем-то она выиграла потому что она потому что она просто ей повезло дойти до этого гребаного дома я был на втором месте но если бы я дошел до дома то я бы хотя бы смог потягаться по сути от меня практически ничего не зависело и просто кидал кубик и ни разу не мог попасть на на дом а в общем не знаю странно немножко ладно я думаю мы на этом закончим если это ну этот бой дает неисчерпывающее представление об этой игре то хотя бы какое-то и в принципе вроде что-то интересное но это в этом надо очень сильно разбираться мне не хоть не очень хочется разбираться именно в этой игре но я вижу чем она может быть интересно и в принципе визуал тут прикольный такой анимешный но в то же время ну не знаю мягкий что ли в общем и к визуалу претензий никаких нет претензий только к порогу вхождения но если есть сильное желание а то и это можно перебороть вот напишите в комментариях как вам 100% orange juice вступайте в группу вконтакте ставьте лайк этому видео если оно вам понравилось мне будет приятно пока живите дружно не болейте и до скорого